здравствуйте коллеги и сочувствующий я буду говорить о переводе худлита вот недавно как-то я наткнулся на подзабытое словечко очень симпатично билетристика нравится то секрет ход лит ход лит но вот билетристи это я сразу хочу оговорить чтобы нам немножко отвязаться вот от комиксов то что речь будет идти о переводе текстов самих по себе важных как бы без всяких картинок на вот а теперь а тема моя она такая в жанре хоррор до самой страшной ошибки но ее не я придумал а вот светлана сказала что часто этот вопрос задают да и сам я его часто слышал но вот в такой форме мне особенно понравился самые страшные ошибки и что за них бывает до презентации меня нет потому что конкретных примеров не будет вы сами увидите что нужны они мне ну так вот на самом деле в этом вопросе за ним прячется сразу несколько заблуждений которые показывают что люди его задающие не очень понимают вообще как устроен перевод худлита что это вообще такое и вот с этими заблуждениями я хочу попробовать разобраться насколько время позволит вот смотрите значит какая картинка вообще предполагается когда слышит вопрос переводчик как бы пишет сочинение даже я бы сказал диктант поскольку мы ведь ну копируем то что автор написал в каком смысле да а он пишет как сочинение потом он отнесет в издательство там такое вот редактор это такая строгая училка до которая проверяет это дело и говорит она страшная ошибка ну все ты никуда не годишься все значит хорошо если там проект дата и двойку поставить там родители вызовет и вообще дневник чуть еще напишет вот такая школьная значит картина и какие тут заблуждения на самом деле прячется вот первое дать папа очередь разбираться их там много первое что перевод сделать это как задачку решить вот есть правильное решение ну а сделал ошибку значит все привет решение стало неправильно вот на самом деле хороших переводов одного и того же текста бесконечно много бесконечно плохих переводов этого текста тоже бесконечно много ну я бы сказал что эти бесконечности имеют разную мощность вот если кто-то немножко с математикой знакомым ну вот понимать что бывает так сказать множество которые вроде там бесконечный и той другой ну одно как бы более бесконечной до чем другой ну то есть вот хороших переводов как бы меньше чем плохих хотя и тех и других бесконечное количество и вот тут много тут значит надо разбираться и что такое ошибка вообще еще одну забыли вот представление переводе как и математической задачи она как предполагает что ошибка это вот что такое раз и неправильно вот есть правильно есть неправильно а переводе есть огромная серая зона между правильные неправильно вот откровенная ошибка это когда ты видишь что переводчик не понял что написано в оригинале вот откровенно не понял потому что на самом деле даже фактическая деталь в переводе может измениться при переводе но ты видишь что на самом деле переводчик сделает сознательно он понял что написано в оригинале но по каким-то своим причинам иногда достаточно веским все необходимым эту деталь изменить это одна история это не ошибка а вот если ты видишь человек просто не понял потому что плохо знают иностранный язык ну и там таскать все что с этим связано кит реалии иностранные так далее вот если она этого не понял то это домой сказать вот ошибка и тут как бы деваться некуда а ну а что еще можно назвать ошибкой вот все остальное в общем то вещи спорные то есть сколько мы начиная со школы вели обсуждений с вами разных книжек прочитанных и убеждались что мы немножко по-разному их понимаем немножко по-разному понимаем героев представляя их себе по-разному это на все влияет а если мы экранизацию книги смотрим известный то мы часто недовольны тем как герой выглядит как они говорят так как потому что мы это все представляем себя по-другому значит вот версии могут быть такие вот понимание того что написано разные и хороший редактор умный он разрешит вам по-своему понимать не так как он книжку вот если он увидит что ваш вариант понимания тоже возможен он не будет вас ломать через коленку и и говорит вам что вы тут ошиблись нет но на эту тему тоже много может говорить но время не позволяет начнет ошибка штука очень всплывчатая и наконец вот кто такой этот вот страшный человек в издательстве который там двойку может поставить вам от редактор когда такого вопроса задают там что бывают за ошибки то вроде как редактор выглядит там судьей вашего перевода но это тоже неправильная позиция нельзя считать кого-то судьей того что вы делаете вы сами судья единственный вот если вы переводить хорошую книжку которая вам нравится ну выберет там всякую ответственность в общем то вы отвечаете перед автором но которого не знаете который вашего языка не знает вот ну такая примерно аналогич и вот автор это бог если для переводчика до переводчика такой папа римский да он его представитель этого бога и ну кто вам кто папа римского может что сделать кроме того же бога да но но нам и бог ничего особенно сделать не может что нашего языка не знает вот такой у нас вот значит мы мы сами должны судить о том хорошо мы сделали или нет вот у нас должно быть ощущение этого что мы сделаем как хорошо что мы сделали то что могли ну и как бы лучше не можем вот постарались выложились и все а редактор кто такой он только наш помощник хорошем случае много редактора бывают разные к сожалению далеко не все она отвечает так сказать там золотому стандарту редакторском так что тут верить понимаете это не отношение ученика и учителя вот отношения переводчика редактора это не ученика учитель это люди занимающие вот свое место каждый в процессе создания книжки но переводчика вот она более важная и ответственная редактор может только помочь но скажет а все равно я живет приношу в издательство а там то все равно редактору судить там брать мой перевод или не брать а ну да но это в общем не делает его важнее ну конечно как говорят голосов пищевой цепочки вот этот редактор занимает более высокое место чем переводчик пошли и зарплата есть а а у переводчика я нету и переводчик в этом смысле зависит ну и редактор еще вот принимает эти судьба судьбоносное решение там оценивает качество перевода но если вы хотите всерьез этим заниматься вообще не должно быть очень важно что он там конкретные редакторы скажешь по поводу вашего конкретного теста вы должны сами дойти до того чтобы вот ну как бы быть немножко в себе уверенно не окончательные окончательные версии это плохая штука вот но достаточно быть время для того чтобы ну не очень расстроиться если он там какой-то конкретный метод карты так вот нас все-таки теперь я быстренько отвечу на все-таки на этот вопрос неправильный которых в теме на выступлении стоит вот самая страшная ошибка раз вопрос поставить иначе опасно отвечу самая страшная ошибка это торопиться сети в издательство пока вы еще не научились переводить это понимаете если вы не умеете играть вот на скрипке еще дата чего сразу в концерт проситесь на сцену не надо этого идет надо некоторое время этим позаниматься и и тогда вот те самые страшные ошибки про которые так хочется сразу услышать чтобы их больше не делать вы их и не будете делать но есть конечно стандартный набор ошибок но я про это многое говорил писал чем отличается плохой перевод от хорошего и и ну и многие кто интересуется видели то сказать эти все чем обычно переводы грешат влияние иностранного языка туда пробивается всякие там синтаксические кальки вот в основном но есть чек знает язык более или менее с которого переводит то давайте не будем говорить о фактических ошибках вот в таком явно ведь когда не понял что этот человек но их не должно быть но вас не убьют за если вы сделаете такую ошибку и даже две если сделаете на книжку и даже три это не смертельно а смерти наш стандартного набора нету я просто вижу вопрос в чате у каждого редактора есть свои видеосинкразии каждый человек что-то сильно не любит и вы не угадаете но есть распространенные ошибки но вы не угадаете вот этот конкретный редактор не любит особенно ну не надо делать грамматических ошибок надо орфографических делать не надо пунктуацию там сильно косячить да но забудьте запятую одну не страшно дело не в количестве ошибок дело вот перевод плохое от хорошего отличается ну или как вот количеством и отличается да значит и на самом деле там довольно туманная история вот как оценить качество перевода тут опять же было много разговоров на тему предлагали себя к системе критериев я тоже свою предлагал но вообще-то убеждаешься когда вот сталкиваешься с этим к несколько разных людей оценивают один . и вот что в общем никто системами это не пользуется толком оценивает общее впечатление от перевода вот она у профессионалов складывается на основе опыта своего это вот вы должны тоже в этом повариться немножко поучиться пообщаться с людьми которые этим занимаются и тогда вы все вот это вот уберете то что бросается в глаза это просто слишком много чтобы так это перечислить а вот но странным образом кажется что тут очень много субъективности что люди которые оценивают перевод они часто это делают вот так уж очень субъективно объективности вообще никакой нет она есть как ни стран то есть действительно разброс бывает существенными но бывают совершенно поразительные совпадения вот но просто я как пример приведу недавний свой так сказать опыт в этом смысле вот к нам сейчас школу азарт набираются ученики на очередной семестр и давно примерно 20 тестов с английского мы с голосом параллельно читаем и оцениваем ну мы ставим там отметки по школьному отметки этим ничего не значили бы не двойка на самом деле просто такой начальный уровень тоже потом важно производная как человек движется но так вот а и мы там значит ставим отметки с этими плюсиками и минусами ну как вот школе да там может быть три смесу а может быть там 5 на 5 с плюсом не бывает да вот а из 5 с плюсом то что учиться сада ну и 5 ты учиться не надо вот вот так вот мы начали зависимо это проверить в этот раз и примерно из 20 тестов там из 19 в 9 отметки у нас совпали с точностью до знака то есть то по моему совершенно фантастическое совпадение при том что мы все-таки разные люди и так далее там и мы не выписываем не считаем вот сколько ошибок в тесте да дело не в этом а просто вот мы привыкли что как так сказать вот выглядит перевод получше как похуже это почти интуитивно уже делается вот но объективность в этом точно есть а в других там другие 10 которых мы не совпали с точностью до знака подавляющем большинстве случаев там 7 по моему из 10 мы совпали с точностью вот так раз до одного знака если минус или плюс считать третью балла то с точностью до одной третьей то есть колоссально точное совпадение я просто поразил с такой даже не было раньше но это вот мне как-то лишний раз подсказал что все-таки объективность тут такая да она не формулируется она есть так вот значит и вот самая страшная ошибка я сказал торопиться и и бежать в издательство сразу и думать что значит уже пора и дальше еще две ошибки страшно если вас не взяли если вам не понравился во что считать что все знать все пропало и больше вы никогда ничему не научите это understatement очень часто периодчику встречается на самом деле но начать переживать нового всего я не горжусь и тогда да нет если вам нравится этим заниматься надо это делать вообще чужое мнение тут не так много значит я уже говорил что когда вы с книжкой наедине вы перед автором отвечаете перед собой отвечаете а не перед кем-то третьим не перед людьми там услугая другим заниматься хотите этим наш занимать когда-нибудь возьмут если вы упрётесь вот еще одна ошибка тоже дам страшно если взяли и там сама и решить что все круто я переводчик значит учиться уже не надо да вот это же страшная ошибка и это вы зависите пташка там кто взял на что взяли это другой вопрос значит тут вы судья своему своей продукции главный вот к этому надо привыкать постепенно а откуда взять вот это уверен что у вас нормально получается а учиться дали долго возиться с этим ну вот и самостоятельно и компании так сказать таких же фриков да и и с помощью учителей которые только вот тут одна подсказка который этим занимается давно но тут обязательно надо только тех учителей слушать у кого вы переводы читали сами желательно сравнивали с оригиналом и и вот кто вас устраивает в смысле практическом то есть учиться у человека который сам никто не переводит не надо или плохо перевода это надо убедиться самому что вам вам это годится это все равно что учиться там у кабинетного ученого оперировать да а вот это практическое дело или знаешь там у композитора учиться исполнять музыку это исполнительское дело нам надо учиться у тех кто это делает сам ну вот более или менее я сказал что хотел по поводу конкретных ошибок еще раз я повторю нашел есть более или менее универсальные кальки которые да в интернете там можно эти есть и ложные друзья переводчиков всем известны вот когда просто его лексику путают но это все такое на начальном этапе и это не страшно а вот и и вообще не нет таких ошибок за которые у вас сразу там убьют вот любой даже профессиональный переводчик может право и лево перепутать это бывает а вот а те ошибки которые конкретный редактор будет считать самыми страшными вы заранее все равно не знаете и у вас один только выход уменьшать общее количество ошибок и и вообще делать свой перевод лучше вот если он хороший вам простят все вам простят самую страшную там путаницу если на бывает там чуток не бывает с каждым из нас но если в целом вы переводите хорошо это настолько редкая и ценная штука то вам ну простят буквально все а вот вроде бы все спасибо